Дамы и господа, я хотел бы обратить ваше внимание на несколько советов, прежде всего касающиеся личности Даниила Константинова. Даниил Константин, выпускник университета, действительно практикующий юрист, часто еще в многих процессах и весьма эффективен. Человек, который на протяжении нескольких лет занимается политикой. Член фракции националистов в Гражданском Совете, соответственно, секретарь фракции. Человек, который очень многое прикладывает на сфере последнего года в сфере легальной политики. И вдруг, по ножовщине, какой-то подворотной, с незнакомыми людьми, в день рождения матери, в поверсии следствия, зарезав случайного прохожего, он спокойно едет на измеждения и проводит торжества. Любому здравомышленному человеку понятно, что это здорово, как в жизни не бывает. Люди, которые занимаются легальной политикой, прикладывают целенаправленные многолетние усилия в этой сфере, так себя и ведут. Но есть интерес со стороны нынешнего политического режима выставить легальных политиков, политиков, которые действуют в протестной сфере, мирно, в основании действующего законодательства. И с этих монстрами, моральными уродами, которыми просто страшно стоять рядом, страшно вести разговоры. Вдруг он как выхватит нож, как бросится на кружево, как начнет их резать на левый ремень. Артема понятна. Мы никакой образом не сомневаемся в том, что это политическая провокация. Соответствующее заявление было принято на конференцию комитета национальной комитетической партии. Соответствующее заявление было принято вчера на заседании Совета гражданской группы, где присутствовали представители трех фракций. Русских националистов, левые движения и гражданской организации. Я позволю себе почитать. На днях вся Россия стала свидетелем политической провокации. По безумному обвинению в убийстве, возникшим на основе внезапных неприязненных отношений, причин, которых неизвестно. Арестован важный представитель гражданского протестного движения Доминил Константинов. Основание по обвинению – показание странного свидетеля, со слов которого составлен фоторобот, якобы похожий на Доминила Константиновых. Истинная причина преследования – месть активным участникам протестного движения, запуск конвейера политических репрессий и провокаций. Мы обращаем внимание на многочисленные процессуальные нарушения, закрытость процесса, игнорирование несомненного алиби обвиняемого. Мы выражаем свою поддержку Даниилу и его семье и призываем всех гражданских активистов, правозащитников, средствам массовой информации, уделять самое пристальное внимание этому делу, требовать безусловного соблюдения законности и быть готовым к мирному гражданскому протесту, если наши требования не будут услышаны. Это заявление Гражданского Совета. Мне бы хотелось, чтобы все мы исполнили свой гражданский и профессиональный уровень. Не надо спрашивать, по кому звонит Олл. Может быть, он звонит по тебе. Сегодня пришли за Константину, завтра могут прийти за любым неугодным этой власти. Находится странный свидетель. Свидетелю предъявляют немножко измененную фотографию неугодного человека, заставляют ее опознать. Дальше завертелся стандартный механизм репрессии. Вот человек уже в камере, вот уже суд. До приговора, может быть, осталось совсем недолго. Солженицын писал, что если в 1937 году в каратере из НКВД встречали бы с паром, может быть, репрессии бы удалось избежать. Я ведь не призываю вас, ни вас, ни гражданам вообще, ни русских попалок. Я вас призываю гражданскому здравомузию. Если вы смеетесь с этой ситуацией, жизнь станет тяжелее. Репрессии станет больше. Завтра это, несомненно, коснется, если не вас лично, или избежно ваших друзей, ваших близких. На самом деле и Россия, и Москва, да и земля в целом. Очень маленький шаг. Статистики говорят, что все знакомы со всеми через четыре рукопожатия все равно все. Имейте в виду, что все это касается вас. Гражданское общество должно мобилизоваться, должно проявить себя, чтобы не дать раскачать маховик репрессий. Особая роль в этом вопросе лежит на средствах массовой информации. Мы призываем средствам массовой информации проявить внимание к этому делу и давать полную, правдивую, объективную информацию. Это ваш гражданский долг и его общество. Не сомневаюсь, что вы люди совестью и свой профессиональный долг исполните. Спасибо.